МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Долго ты будешь в таком блуде существовать. Мне это казалось, что я все делаю правильно, и плохо с утра, и надо вставать, ехать. И я просто понимал, что я физически себя уничтожаю. Я лежал на кровати и начал молиться. И промолился практически до утра. Он мне говорит, что то, что сейчас ты занимаешься, называется гордыней, потому что ты уже полетел не туда. То, куда ты хочешь, тебя Господь не пустит. Я не могу сказать, что я его нашел. Я могу сказать, что я его почувствовал. Почувствовать я его почувствовал. И такую, скажем, не всегда легкую руку. Потому что у нас часто такое восприятие, что раз ты почувствовал Бога, то у тебя все хорошо. Это далеко не так. То есть Господь коснулся далеко не всегда про благодать. Да, это не всегда благодать, это не всегда какая-то радость, какое-то счастье, какой-то, не знаю, там, приход работы, приход денег. Как правило, начинаются серьезные испытания, духовные, телесные. Удивительно, он почувствовал себя христианином еще до крещения. Эти моменты из детства Евгений Кунгуров помнят очень явно. Тогда пятилетним мальчишкой он раньше всех просыпался в доме и вставал на молитву. С этой горячей детской веры и начался путь к Богу, известного исполнителя. Я просто молился с самого детства. Я даже не знаю, где я это взял. Я это не мог нигде слышать, нигде это видеть. Папа у меня служил в Германии. Была весна, такая, ранняя еще, с проталинами снега. Была какая-то очень солнечная погода вместе с облаками, с такими, знаете, еще весенними, тяжелыми облаками. И трава начала сходить под снегом уже. И вот какое-то ощущение такого осознания, эйфорического такого счастья. И я помню такая у меня какая-то внутренняя фраза, как это все круто создано, как это все гениально, величие. И вот с тех пор у меня стало возникать ощущение того, что это кто-то создал. В один из таких дней после утренних молитв пришла мысль о крещении семья Кунгуровых к этому времени уже переехала в Россию, в Свердловскую область. Мы служили тогда на Урале, вот как раз в военном городке тогда, в поселке Гагарский, Свердловская область. И я что-то проснулся, молился, как мне казалось, я пообщался с Богом. И потом такая вот мысль, что, а почему я здесь в форме крещеных? И с тех пор я стал просить родителей покрестить. Но заветное желание исполнилось только через два года. Зато вместе с Женей крестилась и вся его семья. Первая исповедь состоялась в Даниловом монастыре, но воспоминаний о ней почти не осталось. Возможно, потому что все прошло тихо и мирно, в отличие от следующей. Ту исповедь Евгений помнит до сих пор. Он пришел в храм за благословением, а в итоге получил и пятимью. Я пришел поисповедовался, в тот момент я уже жил со своей первой супругой, но мы тогда еще не были женаты, мы жили гражданским браком. И я планировал, шел ему и начал рассказывать, что он говорит, а ты венчанный. Я говорю, да нет, батюшка, куда еще, мне там 23 года, 24 года, мы только начинаем жить. Я говорю, ну мы уже начали жить, мы планируем пожениться через какое-то время. Я ждал от него реакции, что ты молодец, да, ну надо же жениться уже, да, чтобы ты взял ответственность на себя. И так все это ему рассказал, он мне, а-та-та, ты не венчанный, ты живешь в грехе блюда и так далее. В общем, я тебя до исповеди не допускаю. И более того, как я потом понял, он наложил на меня еще и пятимью. Там достаточно серьезное количество поклонов на тот момент для меня это было. А сколько поклонов, не помнишь? Ну что-то или 50, или даже 100. Что-то серьезное было, да. Как важно в наших первых шагах на пути к Богу встретить мудрого пастыря. Увы, у Евгения Кунгурова после первой осознанной исповеди остались горькие воспоминания. Он сильно обиделся на священника и на 10 долгих лет ушел из храма. Я был уверен, что сейчас меня батюшка поддержит, расскажет, что молодец, с правильной дорогой двигаешься, давай-давай. А батюшка сказал мне, что, собственно, долго ты будешь в таком блуде существовать и жить. Более того, наложил на меня эпитемию. И тут я как бы попал в замкнутый круг, понимая, что, ну, эпитемия-то ладно, а сколько я буду ее делать, потому что я пока не планировал венчаться. И мы даже еще не женаты были. Но я понял, что, получается, мне нет места в храме просто потому, что я не венчанный человек. После той исповеди в храм он заходил украдкой, поставить свечи и помолиться. В таинствах не участвовал и священников обходил стороной. А насколько вообще было обидно тогда, в тот день? Обидно было сильно. Более того, какой-то, знаете, такой даже рана была какая-то такая, ну, психологическая рана была, потому что ты... Мне это казалось, что я все делаю правильно. У меня, может быть, и были планы со временем повенчаться, но на тот момент я даже не был еще женат. Только-только к этому подходил. Но я не обвиняю в боже упаси батюшку. Все правильно было. Он сказал честно, все как есть. Ну, такая была, да, обида, травма какая-то, которая меня отодвинула еще на 10 лет от того, чтобы стать частью церкви. Ну, а поклоны-то ты выполнил тогда? По-моему, нет. Про поклоны я забыл. И получается тогда и... Один большой поклон вдоль кровати вечером. И с супругой ты не венчался, получается? С первой супругой, да, мы так и не повенчались. Мы потом официально поженились. Три года мы пробыли в браке, уже потом развод у нас произошел. Вот, и венчания не было. Но повенчался я уже со своей второй супругой, с Ириной. А вот анализировал ли ты вот эту ситуацию, что если бы, может быть, выполнил вот это послушание, и пить имью, и поклоны, и сделал так, как батюшка говорит, может быть, и не случилось бы развода? Не было таких вот мыслей? Ой, честно говоря, а ты у меня сейчас первый раз подтолкнули на такое размышление. Может быть. Может быть. Но я как-то так слова даже этого не знал и не понимал. Это воспринималось как какое-то наказание. Все-таки к поклонам подойти надо с желанием, с огромным желанием. С тем, что ты просто не можешь этого не сделать. Что ты хочешь эти поклоны делать. Поклоны, истовые, горячие, пришли намного позже. Вместе со слезами покаяния и призывом к Богу о помощи беда пришла, откуда не ждали. После успеха в «Голосе» и участия в других телевизионных проектах жизнь закрутилась в стремительном темпе. Большой успех, большие деньги, поклонники, концерты. После каждого фуршет, застолье, алкоголь. Он и сам не заметил, как впал в зависимость. Вдруг начал понимать, что я достаточно много употребляю. А сколько это много? Ну, где-то полгода. Я за полгода прямо начинаю, что я, ну, еще полгода такой жизни у меня, может, даже не станет. Или это дорога в никуда. Ну, просто это было постоянно. Мне просто этого хватило. И когда друзья мне рассказывают, как другие пьют, я понимал, что, наверное, может быть, мое выпивание это было еще детским садом. Когда люди рассказывают, что там по полгода с утра до ночи просто выпивают, ложатся спать. Или, не знаю, или вообще, там, по литру в день. У меня такого не было. Ну, просто у меня начались эти корпоративы, начались концерты, съемки. Пошли первые деньги. И, ну, в течение недели я просто был регулярно достаточно сильно выпивший. И плохо с утра, и надо вставать, ехать. И я просто понимал, что я физически себя уничтожаю. Мне было очень плохо. Я понимал, что... Я уже понимал, что меня тянет. Что без алкоголя уже не получается. А с ним плохо. А без него не получается. И в такой момент ты понимаешь, а что дальше? А дальше было очевидно пропасть. Это понимание было горьким, но честным. Путь к трезвости пришел вместе с духовным отрезвлением. Одному не справиться. Сил не было. Только слезы и молитва. В полутрезвом состоянии, потому что уже не получается, не похмелившись там, день нормально закончить, и ты уже не можешь пить много, а тебе все равно плохо. Единственное, что у меня оставалось, я вот лежал на кровати и начал молиться. И промолился практически до утра. К утру пошли слезы, истерики, похмелье началось. Но тем не менее, я практически всю ночь промолился. Примерно через полгода он поймал себя на мысли, что вовсе перестал петь. Опасная зависимость отступила. Все это время Евгений горячо молился. Но в церковных таинствах по-прежнему не участвовал. И когда решил, что окончательно поборол болезнь, впал в другую крайность. На смену алкоголю пришел блуд. Трактуя это с нынешней своей колокольни, я понимаю, что понятно, что там, да, это эмоции. Но тем не менее, если называть это своим, а церковным языком, то, конечно, это такие серьезные были похождения. И семья развалилась уже потом под меня понесло в разные стороны. Полгода, наверное, в таком состоянии я пребывал. Потом тоже в какой-то момент проснулся и понимаю, что что дальше? Что дальше? Оно уже как бы, процесс же бесконечный. То есть тебе уже мало становится одной женщины. Я уже понимал, что надо тормозить. Ну, просто это дорога в никуда. Как с алкоголем, как с наркотой, наверное, так же и с блудом. Ну, куда еще? Что дальше? Одна женщина, вторая женщина, третья женщина. Страсть блуда, блудника держит крепко. Вот и Евгению Кунгурову здесь похвастаться нечем. Но романы без обязательств счастья не принесли, когда осознал, что в западне поставил точку. Я начал понимать, что да, я хочу семью. Я хочу настоящую семью. Я хочу детей. И поэтому, когда я встретил свою супругу, я первое, что у нее спросил, будущую супругу, я ей сказал буквально там на втором свидании, я говорю, ты хочешь детей? То есть это было очень важным моментом. Или мы так для себя поживем? Она сказала, да, я очень хочу детей. Господь целует даже намерения. Иногда нужна просто решимость начать жить по-другому. Вот и его жизнь после заключения брака начала незаметно меняться. Однажды, словно случайно, он попал вместе с другом певцом Русланом Олехно в Дивеево и стал свидетелем необычного чуда. Мы были в Нижнем Новгороде, у нас были концерты, я должен был на следующий день уехать. А Руслан верующий человек, он специально запланировал остаться еще один день, чтобы поехать в Дивеево. И так получилось, что у меня отменилась работа вечером. То есть я должен был уже утром выезжать в Москву, а мне вечером позвонили, отменилась работа. Я звоню, Руслан, давай я сам в Дивеево поеду. Вот мы съездили в Дивеево, я там познакомился с прекрасной матушкой. И первое, что на меня произвело впечатление такое серьезное, когда матушка так по большому благословению там открыла нам мощи Серафима Саровского, и я когда прикладывался, я вдруг не понял от того невероятного благоухания, которым заполнится весь храм сразу. Я вышел, я был в шоке. Я подошел к матушке, говорю, матушка, а что? Я говорю, батюшку как-то обрабатывают или еще что-то. Она засмеялась и такая сказала мне фразу, как ты еще очень далек. Ну ничего, Господь управит. Господь действительно управил, организовал поездку на Афон. Чудеса начались еще в аэропорту. Я на коне вечера потерял перчатки. Было холодно, я потерял перчатки. Причем было это очень непонятно. Когда на следующий день я в аэропорту повесил свою куртку, я взял другие перчатки, то есть у меня была просто куртка на соседнем стуле. Я пил чай, смотрел какие-то ролики про отцов Афона. И надо объявлять рейс на салоники. Я поднимаю куртку и у меня на стуле вот так вот оказываются перчатки, которые я накануне потерял. Потому что я перерыл все. Куртка, капюшоны, рукава. Не было их. Они просто исчезли. И они появились у меня. Я повесил куртку на чистый стул. И когда улетать, я поднимаю куртку и у меня оказываются вот так перчатки. И тут я понял, что меня так никаким образом подкрепили, что правильно все я делал. На Афоне пришли искренние слезы покаяния. Впервые через 10 лет после эпитемии и ухода из церкви он глубоко и долго исповедовался. Впрочем, самому вспоминать грехи много не пришлось. Почти все за него рассказал монах. Я встретился с потрясающим отцом в монастыре Филофей, настоятель этого монастыря, который согласился меня поисповедовать. Тогда была, наверное, первая глубокая исповедь. Я исповедовался несколько часов. Просто мы разговаривали обо всем. Я практически всю свою жизнь рассказал. Но самое интересное, что не я ему рассказывал о моей жизни, а он мне. И он регулярно, я так понимаю, что, видимо, что-то открыто, монахам, есть монахи, которые там что-то открыто, они особо это не афишируют, но он регулярно закидывал в голову, читал четко и просто мне иногда рассказывал такие вещи. А почему ты поругался со своим другом? Ведь не помню, как его там, Сергей, что ли, его зовут? Такие вот вещи были. И я понимаю, что я даже забыл об этом, что это несколько лет уже со своим другом не общался. Или там, а что ты мне про это не рассказываешь? Давай рассказывай вот про это. Вот то-то, то-то. Я понимаю, что я об этом знаю только я. И вот такая исповедь была у нас несколько часов. И первые слезы после исповеди такие были вот на Афоне. Только здесь стало понятно, насколько же вовремя случилось это паломничество. Все последнее время душа металась и не находила покоя. Вопросов было много. У Евгения уже родился ребенок, а он все не решался на венчание. В творчестве наступил явный кризис. У меня был момент, что я начал себя съедать, съедать тем, что я ушел из оперы, что я не... В итоге оказался ни в опере, ни на эстраде. Что мне делать дальше? Как мне двигаться? Эстрада перестала там какое-то удовольствие доставлять. Я понимал, что это как бы моя работа, это мои деньги. И в итоге я уже... И уже не востребован на эстраде, так, как мне хотелось бы. И какой-то такой момент был сильного, если брать эти волны, да, успеха, то такого низкой планки было, что перестали приглашать. Был момент, что я со многими людьми поругался, находясь у него в таком, знаете, в желании заполучить лучшее и большее для себя, в гордыне. Начинал ругаться, отстаивать то, что, может быть, люди и так бы дали. Требовать, обвинять, отказываться от концертов. И дальше пошло, получается, вот такое следующее испытание на гордыню, на тщеславе. С Афона он вернулся окрыленным и обновленным, впервые в жизни, ощутившим неземную благодать. Стал практиковать Иисусову молитву, воцерковляться, венчался, но вдруг решил стать монахом. Из огня до в полымя, это как раз про его духовный путь. После поездки на Афон Евгений Кунгуров решил поменять всю свою жизнь. Душа потянулась к монашеству. Меня это очень сильно воодушевило. Монашеский подвиг и монашеская жизнь меня воодушевила. Ты начинаешь считать Иисусову молитву, и все начинает раскрываться, душа распахивается. Я ничего сильнее не испытывал. И меня начало это засасывать. Мечты о монашестве резко пресек духовник. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. К этому времени Евгений настолько увлекся постами молитвой, что забыла семья. Этот момент моего заземления, скажем так, возвращения в жизнь наступил тогда, когда я уже достаточно глубоко загрузился. Я был постоянно в постах, я постоянно был в поклонах. И какой-то момент такой достаточно смешной уже был, когда я утром просыпаюсь раном, пытаюсь делать поклоны, молиться, и в дверь стучится сын, жена кричит, там надо подгузники менять, в дверь стучится сын, а я понимаю, что я злюсь. Я делаю поклоны и злюсь, потому что я не могу сделать поклон. Я об этом рассказал откровенно владыке, своему отцу. Он посмеялся и говорит, ну, конечно, тут надо подгузники менять, идти завтрак готовить детям, этого в садик собирать, одежду приготовить ребенку, завтрак приготовить, кто поведет, ты или жена поведет, еще ребенком заниматься. А он тут поклоны бьет. А тут поклоны бьет. Он говорит, ты же с ума сошел? Он мне говорит, ты что творишь? Ты же думаешь, Богу нужны вот эти твои поклоны, когда у тебя в ворох дел. Он мне сказал, говорит, если кого-то надо палкой в храм загонять, то тебя сейчас, вот конкретно сейчас, надо возвращать, тормозить. Я не знаю, как жена это все выдержала тоже, потому что, то есть, года два такого у меня прям очень серьезного погружения в это все было. Сплошные молитвы, сплошные исповеди, причастия, такое, знаете, уже фанатичное. Слова владыки подкрепил и один удивительный звонок незнакомого священника. Телефон зазвонил по дороге в Иосифоволодский монастырь. Я взял с собой Библию, начал перечитывать, и говорю, Господи, дай мне ответ. Я говорю, что-то я совсем, говорю, как-то запутался. Я говорю, я вроде хотел к тебе, а ты что-то, по-моему, я не то делаю. Буквально, ну буквально здесь там через 10 секунд раздается звонок на телефоне. Раздается звонок. Я поднимаю трубку, говорю, Алли, здравствуйте. Да, здравствуйте, вы мне звоните? Вы мне звонили. Что случилось там? Вы кто? Я говорю, нет, это вы мне звоните. Он такой, нет, у меня вот сейчас звонок раздался, вы мне звоните. Я говорю, ну ладно, а вы кто? Я батюшка Михаил, там, в Курганской области, в такой-то там, в поселке или в деревне, где-то, в селе в таком-то. Я говорю, ой, вы знаете, может быть не случайно, потому что я сейчас еду за ответом, хочу посоветоваться с отцом. Говорю, может вы мне ответ дадите? Отец Михаил дал ответ, не раздумывая. Он мне говорит, что то, что сейчас ты занимаешься, называется гордыней, потому что ты уже полетел не туда. То, куда ты хочешь, тебя Господь не пустит. Потому что это монашеский путь. И в монахи он тебя не пустит. Потому что то, что ты начал, ты уже делаешь, ты начал уже свою семью, своих близких, лишать того, того, что для чего-то им нужно. Для мирских дел. Для радости, для суеты какой-то. Для того, чтобы ты для супруги был мужем, крепким плечом. В этот храм Косьмы и Демьяна в Космодемьянском Евгений Кунгуров приезжает с радостью, хоть и не часто. В храме служит его друг и наставник, отец Филипп Куликов. Впрочем, с самого начала Евгений делает оговорку во избежание интеразумений и обид. У меня три человека, с кем я общаюсь. Три отца. Это вот владыка Меркурия, которую я могу, наверное, сказать своим, свой духовный отец. Отец Сергий, настоятель Иосифовского монастыря. Мы с ним тоже дружим. Я очень люблю его, к нему приезжаю. К отцу Филиппу я попал через своего духовного отца владыки Меркурия. Понимает твои проблемы, твои страсти, твои... Не то, что понимает грехи, это как бы так странно сказать, но относится к тебе с таким... с любовью, ждет тебя. Без духовного наставничества он мог бы наломать немало дров. В то время горячего неофитства Евгений вспоминает с улыбкой, благодарностью. Он вовремя понял, в духовной жизни, как и в мирской, максимализм вреден и опасен. Искать ощущений, искать благодати в миру, и только ее искать это неправильный путь. Ты можешь постепенно двигаться, как говорят, таким, может быть, царским путем, избавляясь от греха к греху, спокойно, потому что с шашкой на голову не получится. Ни у кого не получалось, и не получится. Отче наш, иже и си на небесе высвятится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, как и на небесе, и на земле, плеп наш на сушь, не дашь нам внести, остави на ноги наши, как и живемые остальные дороги наши, и не веди нас, искушай, и не избавляйся, и туха Бога, как и Твое, и с царствия си, и слава, отца и царства, и святого Духа, ныне и преснил, и веки, и веки, я с недостойным романах властью не дам, и прощай, и разрешайся, для Твоего Духа, и Сына, и святого Духа. Субтитры создавал DimaTorzok